огромный привет всем камрадам ассаламу алейкум я здесь только что постримил попробовал вот это тоже будет ладно уж у меня такое сегодня стримовое настроение я нахожусь в городе сани айлс бич штат флорида это на севере от майами где-то миль 20-30 от центра майами погода просто замечательная у нас конец февраля суббота какой февраля примерно двадцать восьмой или чё там какие дела настроение замечательное вчера была пятница вчера разгрузился рано утром привез баночки с кока-колой пустые баночки данный легкий вес там буквально три тонны алюминиевых банок полные до потолка и все пятница сходил мечеть там после этого уже встретился с друзьями с камрадами но ну не то что с подписчиками а просто тоже друзья это драйвер и вот всем огромный привет был такой насыщенный день узбекскую узбекский ресторан узбекскую кухню покушали и после этого все у них сегодня пикап другой другой друг наш поехал в орландо тоже соседний город где диснейленд орландом и все все замечательно сейчас устанавливаю тогда штативчик и пускай немножко океанчик побудет такой да это огромный плюс вот такой зимней езды вот сейчас же с фейсбука и многие тоже камрады там и друзья и просто и блогеры и просто трак драйверы скидывают множество всяких видосов как там снегом заболела и какие в каком состоянии сейчас дороги это очень не по кайфу я бы сказал кататься да рисковать машины и рисковать жизни и здоровью ну для россии конечно это ерунда но вот довольно опасная дорога я бы сказал сейчас сопряжено с риском и так далее лучше приехать в майами взять короткий рейс отдохнуть майами здесь несколько дней потом вернуться обратно к сожалению сейчас пока все закрыли хотел в россию тоже полететь через пару месяцев там апрель-май но что из этого получится будет посмотреть так что ребятки вот такие планы все такое сейчас еще вот это операция так скажем тире война операция в кавычках вот то что на украине аэропорта закрыты россии в изоляции никому не дают у меня тоже шенген закончился наверно я уже давно не про то три года у меня был шенген я даже сейчас не могу особо полететь никуда я против всякой войны как выскажу свое мнение начиная эту тему она ни под каким соусом не должно заходить это убийство вот эта война и даже те а тем более но в том числе и выполнять чьи-то приказы и так далее я за свободу довольно такой русский район сани алсбич немного расскажу это я здесь даже и жил пару недель как-то летом пару месяцев я бы сказал летом и под разным под разным соусом всегда интересно сюда возвращаться кайфовые места очень много русских там русский сервис русские магазины не то чтобы я привязан вот этой какой-то русской жизни такой но немножко ездим плане какой-то русской еды там можно чего-нибудь гречки прикупить какая-то такая еда не американская замечательно так все-таки приехать мог вчера уже пятницу перегрузиться но не стал немножко экран отсвечивает плохо видно вот так силы для оставим немножко мое лицо так скажем или можно картинку поменять вот в эту сторону тоже а даже можно прилечь это такой расслабленный будет у нас стрим какой-то с лежачего положения вообще кайта врачу поговорим про транспортный бизнес про трактовый бизнес про что еще можно поговорить про разные вещи да разные вещи можно поснимать и поговорить так вот это у нас соответственно я сейчас лицом повернут на восток за моей ну камера снимает на запад это полуостров флорида 30 милях от майами сейчас нахожусь береговая линия туда в ту сторону это у нас север в ту сторону юг майами дичь и майами и key west это такая группа островов самая южная точка сша 90 миль от кубы находится да хорошо вот так с годами это приедается но вот поначалу было очень интересно так и замечательно было но исследовать эти штаты да ты как бы и работаешь параллельные путешествуешь и уже возвращаясь просто буквально первые несколько месяцев уже работы на траке я объездил 48 ну первые пару лет так скажем я объездил все 48 штатов меня было такая такое желание побывать во всех штатах от месяца как бы такую галочку поставить полувал ну до сих пор а еще галочку не поставил в аляске из гавайи даже пуэрто-рико это как бы юэс территории там я вот пуэрто-рико бывал даже самолет кукурузник пошел ну ладно не буду дергать камеру замечательно вот тень кстати продвинулась от небоскреба и тем не менее ну то есть можно и и загорать и очень мало купающихся кстати ну хотя есть есть для местных там допустим купание в январе купание ну сейчас уже считай март это уже тропиках это считается очень жарко ну как сказать для северных людей то есть путешествия свобода и вот это и так проходили год за годом то есть приехал я в 24 года в 25 лет я уже сел на трак это был восьмой год не было 25 лет и все скоро уже 39 в этом году и я практически остаюсь нахожусь в том же режиме можно сказать главное без надрыва все если свой бизнес то в кайф если путешествие работа на драке тоже свой кайф главное чтобы были как бы открытые границы не было закрытия границ и том числе и россия чтобы не было в изоляции чтобы не было войны чтобы не погибали люди у нас уже как бы в россии в украине закончился третий день когда идет вот этот вооруженный конфликт хотя это с другой стороны это спецоперация спецоперация с другой стороны вообще для верующего человека там неважно христианин или мусульманин вот это убивать кого-то ради вот этих правителей там идти воевать это неприемлемо ни в коем случае в этой войне нет ни правых ни виноватых это все как бы от шайтана вся эта война это они по идее они все на одной стороне да поэтому я как бы обозначил свое это по по войне да как бы я россиянин я люблю россию я я из башкирии сам ну очень против смертоубийства очень против вот этих даже всяческих таких приказов за идею жить за идею там и многие другие аспекты как в очках отражается телефон такие это я по войне обозначил свою позицию да а вообще вот это про эмиграцию да вот завтра тоже будет общение с камрадом он относит себя к защите мужских прав защите ну к мужскому движению бриссон у него есть свой канал и он мне тоже интересен как он как человек живший в разных странах там том числе и в испании там в латинской америке обязательно хочу посетить латинскую америку тоже кайфовый такой стримчик прямо лежа не отходя полчасика и пойду загорать или прямо сейчас нужно идти уже загорать не отходя от стрима ну вот друзья мои такая вот у нас движуха здесь да не терять себя изначально очень важно вот все вот эти идеи и мечты которые двигали в начале жизни в детстве чтобы они были и проходили не терялись не нужно терять себя до в этом плане немножко поближе подойду к океанчику чтобы но про фланенькая все-таки вот так водичка не очень не очень теплым очень чистый пляж сейчас опять же нету этой водоросли вот таких всяческих ну-ка водорослей нету лан хотел камеру перевернуть замечательно и красиво все нет ничего но я был его вьетнаме и в греции там то есть нету такого стеснения там что человек на человеке лежит и довольно мягкий песок здесь и ракушки и так далее нету пластика который во вьетнаме там был в воде довольно довольно все чистое и красиво что еще нам интересного рассказать да еще одна причина по которой я не соскакиваю из страны как бы можно же куда-то поехать там разные страны там попутешествовать или в россию то же самое но хотя вот сейчас такие события там я же подал на гражданство и сейчас уже я знаю что у меня есть запасе пара месяцев пока меня там на интервью не вызовут и все такое но все равно это там онлайн нужно постоянно проверять такой типа госуслуг сайт но это не госуслуги само собой так что его покрасивее немножко постоянно проверяю свой статус там вызвали не вызвали и там сейчас у меня стоит время для до решения примерно 7 месяцев чтобы решить мое заявление остается вместе всеми уже когда есть гражданство она пока и туда американская там уже нету ограничений ведь когда green card больше чем год нельзя и там полгода ну вообще в крайних случаях год там и так далее но чтобы не аннулировали green card нельзя находиться за пределами сша а тут но я никогда не превышал полгода потому что ну как говорится чтобы на всякий случай тебе он и сейп сайт вот так и немножко так сказать отдохнуть до поставить транспортную компанию на пол то есть на паузу поставить дауншивку и все поэтому главное гражданство это раз такие приоритеты какую-то землю своей купить желательно коммерческого использования чтобы там нужно было строить какой-то бизнес типа мелкая ремонтная мастерская или там чтобы не было проблем так скажем с соседями да то есть назначение земли чтобы не было там на резиденция чтобы можно было заниматься коммерческой деятельностью или даже так скажем индустриальной то есть легкая промышленность поэтому земля же она по назначению делится допустим сельхоз есть земля есть такая такая и в некоторых случаях можно изменять зонирование земель это я сейчас говорю про северную каролину и в идеале да о чем я уже думаю много лет это вот иметь такой клочок земли не очень маленький не очень большой но лучше большой чем маленький и заниматься там около траковой деятельностью и вот это давид чем занимается допустим купить какой-то прокторок кататься по участку разгребать нагребать там подгребать улучшать какой-то заниматься участками заниматься необязательно и там что-то со спортом построить и что-то с бизнесом такое транспортным бизнесом может быть стоянка для трейлеров и так далее сейчас а если у меня есть вот вектор чтобы развиваться в данном направлении значит все должно получиться я бы сказал потому что я уже несколько лет как я уже говорил заряжен на эту тему и надо 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 этим заниматься без этого никак так что и ладно спасибо что смотрите это видео надеюсь у вас скорость на 1 25 там на ютубе можно ставить или на полтора чтобы это знаете как-то смотреть мою речь более ну сейчас еще у нас небольшая это стагнация с этим рви мои короче компаньоны решили соскочить вот этот дом на колесах же есть этот алюминиевый трейлер там у них не получается его сделать там они где-то они просчитали что-то не сделали там на фоне у этих у них уже внутри размолка так что мне сейчас еще нужно позаботиться об этом рви но я так прикинул он на аукционе сейчас находится на другой стороне флориды в тампе по идее я могу завтра уже поехать туда ну между там по и форт майерс там аукцион копорт называется могу поехать и я сейчас не загруженный пихнуть этот 20-футовый трейлер себе и уже отвезти его в северную каролину или куда бы то ни было и найти людей которые его ремонтируют и чтобы уже полностью они занялись ремонтом и довершили его до конца и уже продать или можно его просто продать и потерять там до 20000 которые обложил в него но я думаю что так опрометчиво не стоит поступать просто надо брать его и и ремонтировать раз уж одни люди не справились его починить они но они как бы должны исполнять взятые на себя обстоят обязательства не смог найти других и завершить уже начатое до конца но ни в коем случае не нужно самому там ковыряться проблема в том чтобы не свойственным себе делом не заниматься там чтобы там тщательно обрабатывать напильничком этот алюминиевый трейлер когда там ты можешь поехать заработать я как бы люблю эксперименты да это у меня еще говорил что нужно что мужчина должен иметь 40 разных специальностей это так его учили моего деда так учили и и прадед так скажем и и его ну предки передавалась да но в этом есть своя тема то что нейромышечные связи научить себя научить свой мозг вот эти нейроны чтобы возникли чему-то научиться новому поэтому я люблю конечно дергаться и прыгать но разные разные виды деятельности пытаться заниматься но не до такой степени что он всю жизнь занимался борьбой и решил стать так скажем танцором балета ну артистом балета или кем-то как они себя называют как говорится я горит не клоун да я артист цирка на самом деле да надо уважительно относиться к любой специальности так что вот это была кратко краткая ситуация по вот этому алюминиевому ару и трейлером деньги мои немножко зависли но не стоит сдаваться и отступать можно можно сказать все до свидания типа примириться с этой потерей но просто нужно немножко сделать его самое интересное что его можно и на тралле увести и на то есть на этом арчен трейлере можно увести его можно и увести и засунуть его в драйвен ну конечно его могут повредить при загрузке погрузки попор славится тем что он так сказать мягко говоря пренебрежительно относится к автомобилям которые ну к примеру к лотам которые есть на аукционе но тем не менее несмотря на это вот вчера же пятница была он по пятницам играется и ставка была до 3000 короче на него это очень мало то есть я и соглашаюсь на 3000 ну короче я даже и потому что его покупал за 14 потом я платил этим огромные деньги тоже на ремонт запчасти и все дети деньги ну ладно это уже другой вопрос так вот да интересная тема что нужно постоянно развиваться делать что-то руками это и хорошая психотерапия но и мышечная радость и же понимание а здесь и спорт и разные виды деятельности то есть хорошо когда есть это создавать вот эти новые нейронные связи в мозгу допустим ты сделал какое-то действие дать и ты получил удовольствие удовлетворение и голове это отложилось это мозг меняется так у человека ну известно что с возрастом масса мозга теряется и так далее так далее постоянно то есть у сохнут мозги как говорится ну вот так что постоянно пытаюсь сохранять и вот эту остроту как бы мозга и есть конечно в этом отрицательная да такая сторона что вот очень быстро надоедает всяческие идеи виды деятельности допустим ходить на работу на завод на потрачку там работать на рабство дателя это уже невозможно просто и даже можно иметь меньше денег но равно быть свободным уже не в каком не в коем разе уже не соглашаюсь на такие вещи на потому что то же самое каждый день один и тот же перекресток одна и та же улица там та же квартира допустим взятая в ипотеку в которой ты привязан на годы она тоже может сильно это минусы до свободной жизни можно перестроиться всегда на на другое на другой тип деятельности но это уже труднее в этом минус также как вот профессиональные олимпийские спортсмены тренируются что вот там же нет такого что каждый день борьба 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 что в неделю 11 тренировок и все борьба нет для того чтобы не было вот этого усталости нейромышечная усталость не накапливалась делается такие вещи что иногда футбол бассейн массаж обязательно баня и вот эти восстановительные активные процедуры кроссы прогулки они уже положительно влияют также и в жизни там я не могу все время ехать или я не могу все время крутить гайки или я не могу чуть делать чужую бухгалтерию мне доставляет удовольствие немножко бухгалтерии немножко того немножко всего и так далее ну и конечно следить за вот этим внутренним состоянием своим за этой внутренней энергетикой чтобы никаких вредящих веществ дурманящих опьяняющих и так далее всегда нужно оставаться в этом моменте всегда be present in the moment никогда не ну как сказать не терять себя данном моменте и вот вот интересоваться едой что ты ешь какая продукция там как какая делать продукты которые тебя делают мужчины или которые тебя я не делают мужчины да-да на самом деле вот зависит продукты которые содержаут содержит сахар когда вы едите сахар вы становитесь чуть чуть меньше мужчиной, чуть-чуть меньше, потому что тестостерон влияет, тестостерон падает, чем больше тестостерона, тем больше ты мужчина, тем изменяется твоя мотивация с одной стороны, и с другой стороны тестостерон это как показатель твоей жизненной активности, где ты находишься, как ты на каком уровне сейчас находишься, это просто как сенсор, как этот датчик масла же есть, допустим, уровня масла вот он показывает если у тебя низкий тестостерон значит что-то такое и не обязательно его принимать в препараты или инъекции или что-то а просто для начала проследить за своей едой своей активностью своими стрессами своим высыпанием, невысыпанием и так далее и уже в этом плане становиться как можно более таким мужчиной это все делается для себя опять же, не для кого все развитие, все это оно делается только для себя такие внутренние показатели вот допустим еда вот немножко хотел поговорить про это есть же зерна, семена, корни всякие все, что растет само по себе и допустим раньше там скажем десятки тысяч лет назад да, сто тысяч лет назад когда человечество уже находилось на другом уровне развития то есть не хватало углеводов не хватало продуктов и так далее питания и всего то есть термообработка пищи я сейчас про это говорю да это когда берутся вот эти зерна волокна какие-то волокнистые растения и они термически обрабатываются чтобы вот этот сложная вот эта клетчатка сложные углеводы превращались в крахмал то есть если ну то есть та же самая мука то есть если вы съедите горсточку пшеницы так скажем или килограмм условно да, то в нем столько-то калорий содержится небольшое количество если его размолоть из муки сделать тесто тесто зажарить ну сделать из него так скажем пирожок или там мучное изделие то оно будет намного больше содержать углеводов да, простых углеводов вот так это была такая пищевая стратегия наших предков каких-то а сейчас а сейчас нет сейчас уже нету недостатка калорий да сейчас нам более важно чтобы чистую еду есть такую халяльную ну так скажем выражаясь мусульманскими терминами то есть недостатка калорий нет и я могу взять больше пищи да, изначальной то есть если одна горсточка зерна или там семян или орехов это мало то я могу как бы переплатить и взять две но мне не нужно термически их обрабатывать чтобы вызвать большее число калорий мне нужно наоборот съесть большее количество сложных углеводов клетчатки чтобы чтобы сахар в крови не подпрыгнул вот допустим если вы съедаете 100 грамм гречки и 100 грамм шоколада ну допустим возьмем по калорию я не знаю сейчас из головы допустим 100 грамм шоколада это имеет так же как 300 грамм гречки вот допустим вы съедаете 100 грамм шоколада и сахар резко в крови подпрыгивает и резко опускается за 30 минут подпрыгивает скажем за 30 минут опускается и возникает эта яма такая сонливость усталость это sugar crash по-английски а вот то же самое и это а если есть 300 грамм гречки то она будет медленно перевариваться всасываться всасываться в желудке тогда как шоколад уже в слизистой рта начинает всасываться ну и так вот клетчатка уже долго насыщает долго питает и такого чувства эндорфинов таких как от сахаров не появляется да что там сладкое поел кайфанул ааа прям настолько это вкусно да если это такой вкусный сахар бывает же еще кукурузно-фруктовый сироп который не очень в плане сахара ну так вот и он эти 300 грамм гречки они медленно так по кривой вот так медленно 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 где там поднимают этот график сахара да в крови и медленно опускаются и и нету такого избытка инсулина и нету влияния на тестостерон и на другие положительные гормоны и там кортизол и так далее кортизол это гормон стресса ну вот общий тестостерон допустим и связанный не связанный не связанный это общий а связанный у вас может быть высокий общий тестостерон но он может быть связан там глобулином или там ввиду того что много стрессов кортизола и так далее он не весь рабочий работает не весь тестостерон работает но он зависит на влияет на такие мощные мышечные показатели а волосистость по мужскому принципу то есть больше тестосерона больше волос и так далее это первичные или по моему первичные половые признаки вот так что пищевая стратегия должна быть поменяться там не макарошки там не то сё а лучше там размокшая в воде вот горох там чечевица которая немножко воде полежала разбухла это скучная еда это постная еда там и она позволяет жиросжигание запустить уже организм начинал накопленные все эти ресурсы подъедать внутри вот так такие дела такие дела то есть пищевые стратегия должна поменяться уже термообработка я считаю не нужна ваши любимые там пельмени там из этого из как это из пятерочки или из чего они должны уйти это надо есть хорошо жевать вот эту грубую пищу грубую клетчатку семена какие-то орехи это поменьше сахара и вот так ну хорошо спасибо что были со мной буду отключаться надо загорать надо отдыхать вот такой был стрим на 30 чем-то минут даже больше фактического стрима к сожалению не получилось но вот такой стрим тоже как-то стрим общение с подписчиками ну уже такого интерактива нету и ну завтра тоже с камрадом буду общаться по телеграмму он будет стримить на своем канале если кому-то интересно потом ссылочку закину себе в посты как там все прошло но все хорошо с вами был руслан на канале атлетик трекинг юсэй всем большое спасибо и до новых включений субтитры сделал DimaTorzok